Совершенствование тарифной политики в Ненинском округе обсудили в региональном парламенте. Участие в совещании приняли представители Управления по государственному регулированию цен и ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания отметили значительный рост расходов окружного бюджета на эти цели. С 926 миллионов рублей в 2016 году до 1 миллиарда 400 миллионов рублей в 2020 году. Тариф Севержилкомсервиса на электроэнергию для прочих потребителей без НДС в 2020 году по сравнению с 2016 годом вырос почти вдвое. С 28 рублей 90 копеек до 46 с половиной. По словам руководителя профильного ведомства, постоянным фактором роста расходов на производство электрической энергии является увеличение затрат на ГСМ. Стоимость одной тонны дизельного топлива с учетом транспортировки выросла за последние 4 года на 35% и составляет почти 68 тысяч рублей. Необходимо на самом деле Севержилкомсервису продумать вопрос, а больше всего процент занимает это топливо, то есть по снижению закупки ГСМ, который из года в год увеличивается, и на 16% за 5 лет практически увеличилось. Это очень большая сумма. Заместитель главы администрации Заполярного района Андрей Мухин рассказал о принимаемых мерах по снижению расходов организации в сфере ЖКХ, в том числе по оптимизации расходов на потребление топлива. Наше мнение, что нужно стучаться с федеральным органом власти. Было бы хорошо, если бы была ксерстная практика финансирования перевозки ГСМ, либо было финансирование закупки и перевозки, либо хотя бы по проценту компенсации банка, либо финансовая поддержка по беспроцентному займу по закупкам. Эти меры позволили снизить расходы на обеспечение северного завоза. Но решить проблему высоких тарифов так и не удалось. Данная ситуация, которая получилась в этом году с единственным поставщиком, позволила нам, в отличие от предыдущих годов, когда у нас дизельное топливо росло более чем 12% ежегодно, в этом году мы уложились в 2,2%, в индекс установлен Минэнерго, а уголь у нас даже снизился на 4%. В структуре себестоимости электроэнергии в 2020 году затраты на топливо севержилкомсервиса составляют почти 50%. К примеру, в 2010 году доля данных расходов составляла 30%. Вице-спикер Максим Арбузов предложил создать рабочую группу, чтобы по каждому виду субсидий провести анализ и подготовить конкретные предложения. Вот, например, то же самое Коткино, да, в соседнем регионе в Коми цена электроэнергии в 3 рубля. Там деревня в Кунгуре, она называется, или Харьяг, Харьяг, вам и нет. У них 6, 3 или 4 рубля для всех, а у нас нет. Расстояние между этими населенными пунктами 60 километров, но есть границы. Минский область и Кунгуре, может быть, обратиться к соседям, спросить, как они достигли. Если снизению понятных субсидируют Архангельскую область, то там не для населения 6 рублей, а для всех. Одним из путей снижения зависимости от дорогостоящих ресурсов при выработке электрической энергии, по мнению ведомства, является замещение классических дизельных электростанций в удаленных пунктах округа гибридными энергосистемами на базе ветрогенераторов, замещением дизельной генерации от 30 до 70%. Этот вопрос мы впредь будем держать под контролем. И мы действительно потом, наверное, возьмем 2-3 позиции и досконально их изучим. Вот каким образом, допустим, топливо, допустим, еще какую-то позицию электроэнергии, давайте ее рассмотрим. Вообще, как вы попробуете зачтить этот тариф? Как бы здесь было сказано, вот, допустим, по приобретению того же топлива и потом перепродаже. Какую вы там маржу закладываете? Потому что я скажу, это действительно серьезно. Над вами смеются порой, потому что те, когда вот я приезжаю в ту же миссию Нижнюю Пешу, они говорят, а мы бы сделали это завтра, дайте нам эти деньги. Кроме того, обращаясь к представителям профильных органов власти и ресурсоснабжающих предприятий, спикер регионального парламента подчеркнул, что важно, как можно скорее принимать конкретные меры. Поэтому было принято решение прорекомендовать вот эти все вопросы Севержилкомсервису, департаменту нашему, значит, Андриану, который регулирует у нас тарифы все. А вот они предоставят нам информацию до 1 декабря, а потом мы проведем совещание и будем уже работать непосредственно по направлению, по снижению тарифов, потому что это очень важный вопрос. И фактически на следующий год, если в 2019-м эта сумма была 1,2 млрд, на следующий год это практически 1,5 млрд, это не считая то, что еще будут оплачивать наши бюджетные учреждения. То есть это просто запредельные суммы. К проблеме тарифов в Ненецком округе парламентарии намерены вернуться в декабре этого года. Тогда планируется провести повторное совещание, на котором вновь обсудят работу по системному снижению тарифов в Ненецком округе. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ильюня у нас было...